Добрый день, уважаемые коллеги, здравствуйте, Датя Викторьян. Ну что, сегодня у нас такая тема применения методов прикладного анализа в образовании, и что его называют АБА. Мы сейчас знакомы, ближе к этим, что же это такое. Прикладной анализ поведения – это по-английски applied behavior analysis – это научная дисциплина, предполагающая использованию современной поведенческой терапии, обуславливания для изменения социально-значного поведения. То есть нам звук неизвестно. Очень тихо. Продолжение следует... Раз, два, три, четыре. Есть, хорошо, всё. Попробуйте мои настройки. Я уже сделала. Выберите тот микрофон, который у вас есть, и посмотрите, чтобы у вас был включен. Да-да-да, я уже сделала. Мне кажется, уже хорошо слышно. Зелёный бегунок должен бегать. Сейчас кажется, хорошо слышно. Звук не проходит. Методы АБА могут быть использованы для изменения поведения. Нет, звука нет. Ещё нет? Звука нет. Странно. Пишут, что плюс, отлично, слышно. Звука нет. Возможно, не тот микрофон. Возможно, не тот микрофон. Меня это слышно, да. Сейчас я отключусь, посмотрим, слышно ли. Сейчас я отключусь, посмотрим, слышно ли. Все нормально, должно быть слышно. Друзья, уже слышно, звук есть. Всё, превосходно. Тогда мы продолжаем, больше ничего не трогаем. Методы АБА могут быть использованы для изменения поведения. И его часто используют с детьми, у которых расстройство аутического спектра. Вот мне очень интересно, вот зрители, которые сегодня пришли слушать, есть ли у вас ученики, дети с расстройством аутического спектра. И давайте посмотрим, что же, во-первых, кто основатели. Да, есть такие дети. Ага, всё понятно. Смотрите, одним из основателей считается Беррес Фредерик Скиннер. Он внёс значительный вклад в популяризацию бихевиоризма, то есть изучение поведения человека. Так, да, сколько человек? Ой, 8 человек в ресурсном классе. Да, сложная ситуация. Хотя сложно в том случае, если нет тьютеров, если нет помощников. Если же есть помощники, специалисты, которые работают, то это уже можно считать нормальной ситуацией. Поскольку у всех случаев... Ага, 4 тьютера. Вы знаете, вам повезло, потому что во многих малых городах вообще не существуют тьютеры. И дети учатся вместе с другими, не имея тьютеров. Так вот, Беррес Фредерик Скинер был одним из основоположников, который изучал именно поведение человека и посмотрел, как можно его модулировать, как можно его изменить. И второе имя, которое очень сильное, с кем связывают именно эту методику, это Оли Ивар Лаваас. Что сделал Оли Ивар Лаваас? Он провел эксперимент. Среди огромнейшего числа детей, детей разделили на три группы, три экспериментальные группы. Это дети до 4 лет. С одной группой 40 минут, 40 часов еженедельно, смотрите, 40 часов еженедельно занимались АБ-терапией. Вторая группа – это 10 часов в неделю. И третья группа, она контрольная, она без терапии. В итоге 47% детей из первой группы через два года пошли в школу или отличались в поведении от сверстников. А группы вторая и третья, оттуда только по одному человеку пошли в школу. А исследования были проведены среди огромного количества детей. И это доказало, что данный метод помогает, и он экономически более подходит, оправдан. Потому что лучше два года потратить на то, чтобы подготовить детей, чтобы они пошли в школу, а потом сами самостоятельно могли вести самостоятельную жизнь, нежели всю жизнь содержать этих детей как инвалидов, потому что они не могут никак коммуницировать с другими людьми. Давайте рассмотрим, что же такое расстройство аутического спектра. Во-первых, скажем, что это не одна болезнь, это несколько разных есть симптомов, синдромов, характеристик, которые попадают под это. Но есть какие-то определенные схожие черты. Это группа неврологических расстройств, характеризующиеся нарушением способностей к установлению поддержания, социального взаимодействия и социальной коммуникации. То есть этим детям сложно общаться с другими людьми. Они даже часто уединяются от своих родителей. Они не улыбаются, у них нет зрительного контакта. Такое впечатление, что у них сохлись все чувства. Расстройство аутического спектра может быть диагностированным в любом возрасте, но симптомы должны появиться уже в первые годы жизни. Какие основные признаки? Во-первых, при разговоре со взрослым отводят взгляд и никогда не смотрят в глаза. Взгляд, как бы отсутствующий мимо. Не интересует общение со сверстниками. Предпочитает играть сам или уходит в сторону от детской площадки. Не любит, когда к нему прикасается. Всегда при этом нервничает. Хотя, смотрите, очень интересная вещь. Предпочитают играть сами. Например, сейчас очень много есть, новые развитые дети, особенные дети. Это не больные дети. Они абсолютно здоровые дети. Им не комфортно с теми детьми, которые их называют кристаллические. Если раньше были дети Индиго, то это кристаллические дети. Им не всегда комфортно с другими детьми. Но вот с кристаллическими хорошо. А вот дети, если у них нарушение аутического спектра, то им вообще ни с кем неудобно. Они не любят, когда к ним прикасаются. При этом всегда нервничают. Проявляют чувственность к некоторым громким звукам. Не разговаривают. Больше отмалчиваются. А если говорят, то не всегда может внятно выразить, что он хочет. В итоге самое интересное, когда проводили исследование, оказывалось, что дети не понимают слова. Когда мама говорит, иди ко мне, они считывали скорее жесты, нежели слова. Иди ко мне. Вот эти три слова никак не связывались. Они в совокупности с жестом указывали на какие-то вещи. И когда просили маме делать, говорить те же самые слова без жестов, то ребёнок не понимал и не реагировал на эти призывы. То есть получается, что мы видим здесь ещё и проблему понимания языка. Не разговаривают так. Часто устраивают истерики. Потому что как только что-то не нравится, ребёнок может биться в истерике. Он может голову трясти, всё время поворачиваться из стороны, качаться на месте. Пассивен или наоборот гиперактивен в разных ситуациях. И не осознаёт опасности ситуации. Он, например, сует предметы в розетку, берёт острые предметы в руки, и пытается перейти дорогу, по которой с высокой скоростью едет автомобиль. То есть он настолько зациклен в свой внутренний мир, что не видит, пренебрегает весь окружающий мир, всю окружающую обстановку. Вот этим и сложность этих детей, что они внутри себя, они живут в колпаке некто. Прошу прощения, я буду немного кашлять. Увы. Во-первых, скажем, что АБА не лечит. Да, вот эта методика, она не лечит. Но она устраняет нежелательное поведение, обучает жизненно важным навыкам. И основной фокус – это ключевые навыки, важные для жизни. Например, ребёнку уметь самостоятельно одеваться важнее, нежели научиться читать бегло. То есть вначале обучают тем жизненно необходимым навыкам, которые нужны, а потом только остальным. Как происходит? Сейчас есть специальные обучающие курсы, где обучают и говорят, хороший терапист, не терапевт, а терапист. Потому что в нашем сознании терапевт – это всё-таки врач, доктор, человек, который учился долгие годы и учился несколько другим профессиональным, медицинским, профессиональным качествам. А здесь терапист. Что получается? Например, с ребёнком, если мы говорим о том, что ему нужно 40 часов еженедельно, давайте разделим, ну, в воскресенье с ним 40 разделим на 6 дней, то это сколько часов деньг. Получается, это получается огромное количество часов в день. Получается, что каждый день с этим ребёнком должны заниматься. Поэтому родитель тоже становится терапистом. С ним работает терапист, уже профессионал тот, который имеет у этого тераписта. Есть ещё руководитель тераписта, который управляет. И супервайзер – это ещё высший человек, более опытный, который постоянно ведёт контроль работы, проверяет. Почему считается, что хорошим терапистом можно стать за 5 лет, а не сразу? Вот и получается такая сложная система обучения и постоянного контроля. И некоторые проблемы, говорят, если возникают, скорее всего, из-за нехватки опыта, но при этом, чтобы вспомнить эту нехватку опыта, занятия детей записываются, ведутся и проверяются, контролируются людьми более опытными. А по обучению это с чего начинается? Во-первых, с самого простого – с тестирования. Оценка начальных навыков. Какие навыки у ребёнка есть на момент начала обучения. Выбор функциональной цели обучения, то есть какие функции ребёнку нужно на данный момент обучать. Дальше идёт подбор эффективных инструментов и дальше мониторинг эффективности и корректировка. Вот здесь как раз на всех этих этапах более опытные коллеги помогают. Какой основной инструментарий? Во-первых, подбирается система поощрения. Как всегда говорят, чтобы ребёнок что-то сделал, ему должно быть это интересно. Заниматься ребёнку на начальном этапе абсолютно неинтересно. Но ему важна награда, которую он может получить. На начальном этапе этой наградой может стать и огуречек, и сладенькое ММДЭМС или что-то. То, что может привлечь внимание ребёнка. То есть, давайте скажем честно, очень похоже на дрессуру. На первом этапе так и идёт. Самый первый этап работы начинается с того, что терапист садится с ребёнком очень близко. Он его берёт, начинает... Первое, что он делает, налаживает взгляд глаза в глаза. Он берёт за руку ребёнка. Постепенно. Вначале от плеча, потом постепенно отдаляется. И после того, когда добиваются, через несколько занятий, что ребёнок слушает и смотрит на него, тогда появляется между ними стол. То есть, в первый период ребёнок даже зажат между коленками, чтобы не уходил, не убегал. И в этот момент идёт работа налаживания контакта, чтобы ребёнок научился просто для начала сидеть, просто слушать. И это подкрепляется системой поощрения. Как я сказала, вначале эти системы поощрения, это могут быть конфетки, всякие сладости. Постепенно переходят, это могут быть уже жетончики, дальше какое-нибудь поведение, а потом социальное одобрение, когда ему говорят «молодец». Но «молодец» в общем не действует. «Молодец» за то, что ты вот это сделал. Визуализация. Для визуализации используют карточки. Иногда ребёнок не может ничего говорить, но при этом или говорит односложные слова, или говорит абракадабру какую-то свои слова, свои высказывания. Используются карточки. Когда он хочет сказать, что всё, хватит, я не хочу, он достаёт карточки, ставит карточки, определяет и таким образом начинает разговаривать. Постепенно переходит к словесным конструкциям. И, конечно, дробление сложных действий на простые. Для этого используется огромное количество тестов, проверок, при которых, вот запомнил в чём АБА-тестирование, что благодаря этому тестированию определяется, какой механизм нарушен, на что обратить внимание, где чего не хватает. И вот есть определённая терминология. Латентность – это время между стимулом и реакцией. То есть ребёнку предлагают что-то в руках. И прежде чем он возьмёт, он думает, а что это такое. Прежде чем он замечает, осознаёт, потом берёт и не берёт, вот это и есть латентность. Иногда он сразу хватает, иногда ему нужно время просто осознать, и он вообще даже не берёт. Даже то, что может быть ему интересным. Дальше – продолжительность. Время между началом и концом реакции. Это, например, у ребёнка начинают занятия, а у него начинается истерика. Что делают? Не мешают этой истерике, просто берут часы и смотрят, сколько длится в среднем. Это истерика. Истерика заканчивается. С обычным здоровым ребёнком делать это просто бессовестно. Оставить ребёнка наедине со своей истерикой – это значит причинить ему довольно глубокую психологическую травму. Почему в або-тестировании это не считается таким зазорным? Не знаю. Скорее, именно потому, что ребёнок пока никак не понимает его. Но есть чёткое объяснение, почему. Здоровому ребёнку, когда у него начинается истерика, берёшь его, ставишь на коленки и говоришь, я люблю тебя, и этого его достаточно. И вот чувство того, что он нужен, что он любим, прекращается. А если мы берём и ребёнку во время истерики даём конфетку, чтобы он успокоился, то у него вырабатывается «хочу конфетку, значит, буду истерить». Вместо того, чтобы сказать «дай конфету» и нормально получить, он создаёт истерику. И если несколько раз мама во время истерики давала конфету, то он научается, что это нормальное поведение. Можно вот таким образом добиться того, чего хочешь. А теперь представьте, что ребёнок пошёл в школу, он чего-то хочет, и сразу же истерит, а потом удивляется, почему люди вокруг не реагируют на это. Дальше. Счёт – это количество реакции. Как часто эта реакция повторяется? Время между реакциями, потому что ребёнок иногда устает во время занятий, или чего-то он может уставать. Частота – это число реакций в определённый промежуток времени, ускорение, скорость изменения частоты, наоборот, может быть, и уменьшение, и гашение. Это когда ребёнок проявляет нежелательное поведение и при этом не получает никакого подкрепления, нулевую реакцию, тогда видит, что его поведение не приводит ни к чему, постепенно оно гасится. Оношение может быть и следующим образом. Он сделал нежелательное поведение, он крикнул, чтобы получить что-то, и вместо того, чтобы получить, например, конфетки, которые он хотел, он теряет то, что для него может быть ценно. Как это может быть? Ну, например, за хорошее поведение он получил жетончики. И есть обычно особое правило. Если получил, скажем, 10 жетончиков, то он получает возможность покататься на качельке, к примеру, да? И как только он устраивает истерику, у него забирают жетоны. Следовательно, у него нет возможности уже, он лишён возможности кататься на качелях. Вот таким образом идёт гашение. Вот такие карточки. Меня привело несколько видов карточек, которые занимаются аутичными детьми. Вот здесь прямо показаны слова и действия, что делать. Иногда ребёнок показывает, вот я хочу гулять, гулять, и показывает пальчиком вот этот рисунок и этот рисунок. Но они обрезаны, он берёт и ставит их рядышком. Постепенно уже начинает говорить с ним, чтобы он повторял эти слова. Дело в том, что он себя не ассоциирует никаким образом, и он не говорит «я». Вот самое интересное, что дети с расстройством аутического спектра себя как таковых не ощущают. И он устраивает истерику по поводу того, что у него забирают жетоны. Есть люди такого типа. Да, постепенно, но когда... Знаете, в чём секрет? Когда всё время повторяется одинаковая строгая устойчивость и обида никак не поощряется, это тоже действует как гашение. Вот ещё пример карточек. АБЛСР – это система как раз оценки навыков. Мы вначале сказали, что проводится тестирование. В самом начале и весь процесс работы по методике АБА идёт с тестированием. Есть особые навыки, умения, которые группируются, и по каждому из них проводится тестирование. Если смотреть, то это огромные листы, огромное количество различных упражнений. С одной стороны, они, конечно, не сразу их делают, постепенно делают. С другой стороны, они показывают, какие навыки приучаются детям, которые работают по этой системе. Во-первых, это оценка базовых навыков и умений. Это сотрудничество и эффективность подкрепителей. То есть проверяют, какие подкрепители работают, какие не работают. То есть это поощрение и гашение. Что для ребёнка является поощрением, насколько это эффективно. Пробуются различные вещи. Например, мама говорит, что ребёнок любит вот это. Хорошо, они пробуют. Ещё вот это, это, это. В каком случае, какое из них может действовать. Дальше визуально-моторная координация. Насколько ребёнок может вот это взять, туда переставить, вот это перевернуть, потрогать, пощипать, чувствовать какие-то действия. И вместе с терапистом они начинают делать самые примитивные действия. Потому что ребёнок пойдёт в школу, ему надо писать. Чтобы писать, надо ручку взять, чтобы почувствовать вот это то, что для обычного ребёнка всё нормально. Вот он взял и написал, да, он взял и нарисовал ровно, неровно. Но, говорят, нарисуй. С ребёнком расстройством аутического спектра надо вначале дать вот этот карандаш взять, потрогать, почувствовать, а потом уже попытаться что-то рисовать. Вот весь процесс рисования делится на мелкие какие-то действия. Дальше рецептивный язык, имитация действий, голосовая имитация. Вначале ребёнок просто голосом повторяет слова. И постепенно у них раскрываются вот эти навыки. Как быть с детьми, у которых диагноз не установлен, но проявляются различные? Ну, знаете, во-первых, это в школе, если есть психолог, то этот психолог, конечно, проводит тестирование и определяет. Иногда есть признаки рас, а бывает, что это просто психологический воспитатель, распущен из детей, это разные вещи, когда родители недовоспитали. Ну, плюс, тут уже работаете вместе, конечно, с психологом. И психолог должен найти слова, чтобы предложить провериться ещё к другому психологу, который бы поставил. Учитель, если просто скажет, вы знаете у вашего ребёнка расстройство аутического спектра, это знаете, как определили обиде-то родители? Он скажет, какое твоё дело? Ты учительный, сиди и учи. Ты же не доктор. Поэтому всё-таки обращаемся к психологу. Психологу, который работает у вас в школе. Вот психолог может порекомендовать пройти дополнительные тестирования, дополнительную проверку, дополнительные какие-то рекомендации. Дальше это просьбы. И самое интересное, что эти дети, да, психолог, психиатр, но это те люди, которые обладают профессиональными навыками и которые могут поставить этот диагноз. Но ни в коем случае это не должен делать учитель. Задача учителя учить. Просьба. Вот часто эти дети, они не могут просить, они даже не понимают, что можно просить. Им что-то нужно, они кричат. Ну, если мы видим такое поведение, ну, обычно самый маленький ребёнок в колыбели, когда у него что-то не то, то у него что-то не то тотально во всём теле, да. Вот месяц, два месяца, полгода. Вот если сыра, то ему плохо, вообще плохо. И если он голоден, то он голоден тотально. И потом постепенно ребёнок начинает отделять одно чувство от другого, когда ему постоянно вот сыра помыли, почистили, голоден, дали еду. Он получил особое подкрепление, что не страшно жить. Не страшно, если сыра, не страшно, если голодно, не страшно, если холодно. Позовёшь, придут и помогут. Получается, что у детей с расстройством аутического спектра вот эта тотальность так и не проходит. То есть у них, если что-то плохо, то это плохо абсолютно. И просить они не имеют. Поэтому и устраивают истерики. Дальше. Вот в этих опросниках есть следующие уже оценки базовых навыков и умений. Это синтаксисы грамматики, игровые навыки, поведение досуга, социальные взаимодействия, взаимодействие с мамой, с родными, с кем-то ещё. Групповое обучение. Следование распорядку дня и в классы, если они ходят, если в какие-то групповые занятия ходят. Уже обучается этому. И для начала все занятия по системе АБЭ идут индивидуально. И только потом, когда индивидуально вот уже получилось работать, приобщается, может быть, ещё другой человек. Это может быть и ребёнок. Ну, например, играет в прятки, спрятались, говорит, давай позовём мальчика Колю и вместе с ним поиграем в прятки. Для ребёнка с расстройством аутического спектра Коля совсем не значим. Для него Коля, ну, есть и есть. Не является значимым объектом, субъектом. Для него важны прятки. И постепенно, несколько раз играя в прятки, он понимает, что с Колей интересно. И тогда Коля начинает обретать интерес для ребёнка. А для здорового ребёнка, что как только он увидел Колю, он сразу побежал, давай знакомиться, давай дружить. Вот это для здорового человека. Человек является первейшей ценностью. Другой человек, да? И они начинают вместе общаться с расстройством аутического спектра. Как-то поскольку он сам себя не совсем-то идентифицирует, то и другие люди идентифицируются также опосредованно, а не напрямую. И дальше уже позже идут навыки чтения, навыки письма, правописания. Вот это проверяется в тестах. Оценка навыков самообслуживания, навыки одевания. Эти дети могут 20 минут одеваться. Могут очень медленно одеваться. Навыки приёма пищи, навыки ухода за своим внешним видом, использование туалетом. Вот эти все, каждое действие с ними отрабатывается отдельно. Например, для того, чтобы научиться чистить зубы, вначале знакомят его с тем, что вот, пожалуйста, существует зубная щётка. А это зубная паста. Вот зубной щёткой можно вот так вести, так делать его можно. То есть знакомятся отдельно. Вначале одна деталь. Держать зубную щётку, знать, что эта зубная щётка, она называется вот так. Потом постепенно, как нанести на него вот этот состав. Он замечает вот это, приучается вот это второе отдельное движение. Потом сама чистка зубов, ополаскивание и так далее, и так далее. Тот процесс, который для обычного, чья здорового ребёнка проходит легко и просто, для ребёнка с аутическим спектром, это может быть, например, доска с подсказкой, несколько рисунков. Взяли щётку, потом на щётку намазали, потом щёткой тёрли, потёрли. Ополаскиваем горло, рот и так далее. То есть вкус пасты может вызвать истерику. Да, и бывают расстройства с восприятием вкуса. Тогда уже подбираются особые пасты и опять же с ними работают. То есть смотрите, вот такое примитивное... Спасибо, Евгения Юрьевна, что вы сказали, потому что вот, казалось бы, примитивное действие может вызвать истерику. И обычно школьный учитель это делать не может. С этим заниматься он не может. Это задача тютера, это задача тераписта, который постепенно, ещё до школы, с трёх-четырёх лет, учит ребёнку таким примитивным действием, чтобы к сроку, когда уже пора идти в школу, ребёнок уже не истерил, а для него это было естественным. И это навыки двигательной активности. Общая моторика и мелкая моторика. Как тело двигается. Потому что есть вот такой симптом, что они сидят и качаются всё время. Очень интересен факт, когда в классе есть такие дети. Ну, я захожу в класс, и ребёнок на последней парте сидит, ни с кем не общается, он сам себе пишет. Третий ряд последней парта. И вдруг девочка с первой парты, первого ряда по диагонали, вдруг поднимает руку, а он не пишет, а он не сидит ровно, а он не делает, там что-то делает. Боже мой. И причём вот вроде бы этот здоровый ребёнок, вот в таком случае надо здоровых детей учить, милые мои. Каждый отвечает сам за себя. Вот почему ты вместо того, чтобы смотреть на доску, смотришь назад на третий ряд и видишь, что у других творится. Займись собой. Вот, казалось бы, такая примитивная вещь. Почему? Вот здесь всё-таки надо научить детей не ябедничать. А как не ябедничать? Да тем же самым отрицательным подкреплением. Когда ябедничают, говорите, хорошо, садись. И не обращайся на это внимания. Вот когда несколько раз учителя не будут обращать внимания и будут отдельно общаться с этим ребёнком, потому что тот ребёнок сам там сидит, он ничего не замечает, то, что на него указали пальцем, он тоже не знает. Но весь класс обернулся, смотришь туда. И вот заразно, вот это общее, единое действие, что мешает. Поэтому давайте, когда мы работаем с такими детьми, которые есть в классе, обращать внимание и на неподобающее поведение здоровых детей. И никогда поощрение ябедничества не помогает уроку. Потому что эти дети вдруг начинают в середине урока, когда вы объясняете новую тему, вы ещё не рот не открыли, чтобы они руки поднимают. «Так, а что случилось? А вон там кто-то не то сделал, а вот этот не то сделал». Это уже другой вопрос воспитания, что да, есть дети, которые делают не то. Но, пожалуйста, будь добр, ты сам делай то, что ты можешь. Хотя бы не мешая на том этапе, пока мы с вами занимаемся. Вот пример таблицы из АБЛСР, которая говорится. Вот, смотрите, здесь заданы баллы. 0 баллов, 1, 2. Ну, например, одно из первых. Принимать подкрепление, когда его предлагают. Цель задания. Когда обучающемуся предлагают определённую стимулу действия, он воспользуется этим предметом или нет. Ну, здесь приведён пример. Компета ММД, взятая и съеденная. Когда вы держите, предлагаете знакомый стимул, воспользуется ли им ученик, ребёнок. Вот держите, и он берёт. Если не берёт в течение трёх секунд, то, значит, это 2 балла. Если берёт в течение трёх секунд. 1. Не всегда или с задержкой более чем 3 секунды, и прежде чем последует реакция. Вот по баллам чётко расписано, в таком случае, сколько баллов. И это объёмные такие листы с баллами, с галочками, где высчитывается. И пробуются различные стимулы. Вначале один стимул ММД, а дальше может быть какой-то другой стимул. И постепенно находится тот, что может этого ребёнка стимулировать. Когда я смотрела, ещё наблюдала, например, видео занятия с разными детьми, ребёнок был, который любил, когда его в одеяло окутывали, и он называл сосиску. Ради того, чтобы стать сосиской, чтобы его в одеяло укутали, и вот в этом одеяле он крузился, и чувствовал себя как бы в защищённом состоянии, он делал кучу разных упражнений. Он набирал жетончики, и в итоге его заворачивали в сосисочку, и он был счастлив. Он улыбался тому, что он получил, он заслужил. Ему, ребёнку, важен конечный результат, вот быть сосиской. А ребёнок для тераписта и родителя важно, чтобы ребёнок научился каким-то другим навыкам. И вот они используют вот это подкрепление для того, чтобы научить другим вещам. Так, нужно также работать с родителями детей, иначе уже роток не наткнёшь платок. Что они дома говорят, да. Мастерят специально тяжелёное одеяло, им важно ощущение сдавления, это даёт им релаксацию. Да, вот это тоже интересный момент, что детям, при том, что они любят, не любят, когда к ним прикасаются посторонние люди, при этом им важно чувствовать ещё и вот объятие к себе. Ну что ж, давайте посмотрим мифы на примере мифов и заблуждений, насколько это верно, и ответить на эти вопросы. Так, мифы и заблуждения о прикладном анализе поведения. Прикладной анализ поведения является экспериментальным методом, эффективностью, которая недостаточно научная. Наоборот, уже более 30 лет, даже вот третья часть доклада о психическом здоровье, говорится, что 30 лет научных исследований продемонстрировали эффективность применения этих методов, что благодаря этому многие дети пошли в школу, получили, выучили, выучили определенные специальности. Давайте скажем так, что когда человек делает определённые действия, у него в голове выстраиваются синаптические связи. Синапсы связываются, мозг начинает работать. И в какой-то момент начинает выстраиваться определённое русло, что дети приучаются учиться. А когда они учатся, они могут что-то делать самостоятельно, хотя бы приобрести какую-то профессию и зарабатывать на этом. А если человек умеет зарабатывать, то он может сам себя содержать. Это уже большой плюс для вот таких детей. Дальше. Прикладной поведенческий анализ просто тренирует детей вести себя определённым образом, но не объясняет, почему. С одной стороны, да, на каком-то этапе важно, чтобы ребёнок просто делал. И он это просто делает. Но постепенно вот это почему или осознание приходит, или не приходит. Но факт остаётся фактом, что, да, это натаскивание приводит к положительным реакциям. Что человек уже становится более адаптивным к окружающей среде. Хотя бы родители могут нормально жить, ходить в гости. Прикладной поведенческий анализ это дрессировка животных, адаптированная для использования с людьми. Очень похоже. Но нет. Потому что, когда дрессируют животных, дрессируют в целях, это выгодно дрессировщику, но не выгодно животному, да. А в данном случае, когда детей обучают каким-то вещам, всё-таки это выгодно и ребёнку, и окружающим его людям. Потому что, если взять даже для здорового человека, научиться читать, писать, это многократное повторение одних и тех же действий. Тоже можно назвать дрессировкой, но с другой стороны, там есть творческий подход, и на вот это зазубривание, многократное повторение приводит к качественным изменениям. То есть, количественные изменения ведут к качественным изменениям, к обогащению жизненного опыта. Следующий миф. В прикладной поведенческом анализе детей подкупают угощениями и игрушками, и приучают детей получать лакомства в качестве поощрения. Да, на начальном этапе это так, но постепенно переходит к социальному подкреплению, когда говорят «молодец». Нам же в школу детям ставят отметки, 4-5 в первом классе, эти звездочки, кружочки, солнышки и так далее. То есть, детей здесь тоже постепенно приводит к тому, что они начинают собирать вот эти солнышки, звездочки. Им нравится, когда они получают вот эти вещи. На начальном этапе, да, это могут быть и игрушки, и угощения, но постепенно поощрение увеличивается. Давайте скажем так, мы, взрослые люди, тоже работаем, чтобы получать денежки. Денежки для нас тоже самое поощрение. Да, Анна Викторовна, запись вебинара будет доступна через пару дней на сайте YouTube-канала. Дальше. Прикладной поведенческий анализ является специализированным методом терапии аутизма и не подходит для людей с другими диагнозами. Оказывается, его используют и при психотерапевтическом консультации ПАР в работе над самыми разными социальными поведенческими нарушениями, таким как никотиновая зависимость, алкогольное, бессивно-компульсивное расстройство в различных случаях. И здесь тоже мы можем помочь. Дальше. Прикладной поведенческий анализ превращает детей в маленьких роботов. Нет. С одной стороны, может так показаться с одной стороны. Но постепенно, когда вы наблюдаете за тем, как они начинают улыбаться, как дети начинают радоваться, вы понимаете, что это не роботы. Потому что роботы отличаются тем, что они выполняют чужие желания, чужие приказы, и это никак не влияет на их психоэмоциональное состояние. А человек отличается как раз тем, что у него есть эмоциональная отдача. То есть ему или нравится, или не нравится. Есть вещи, которые не нравятся, он об этом говорит. Там много элементов. Да, не только дрессировка. Ой, убежала, я хотела посчитать. Также общение с помощью карточка, разновидность альтернативной коммуникации. Важно наладить контакт, но многое зависит от возраста. Да, чем раньше начинают, тем намного легче все происходит. Прикладной поведенческий анализ направлен только на поведение и не уделяет внимания речи. Вот здесь не очень точно, потому что для речи специальные упражнения с помощью карточек, с помощью постоянных повторений, ребенок научается уже вслух проговаривать слова, отвечаясь на вопросы. Причем, например, отдельно задаются вопросы, например, что берет, что он понимает. Вот вопросы со словом «что». Отдельно вопросы со словом «как». Отдельно вопросы со словом «почему». То есть из односложных ответов постепенно переходит к более сложным. Но если обычный ребенок просто повторяет, за взрослым следит, у него в голове само собой накладывается, это каким-то образом в головном мозге, то здесь у детей само собой ничего не происходит. И поэтому их цели направленно обучают вот этим действиям, этим движениям. Давайте посмотрим. Дальше что еще? Прикладной анализ, поведенческий анализ не подходит для детей старшего возраста. Считается, что с младшими работать легче, но даже для детей старшего возраста это тоже полезно, потому что помогает им стать более коммуникабельными. Вся терапия проходит с записьменным столом. Да, в основном с записьменным столом на первый период. Потом расширяется все это окружение. Потом, может быть, это и игровая площадка, потому что ребенка надо научить еще общаться с другими детьми, приведи других детей, не истерить, не впадать в какие-то состояния. Поэтому переходит уже в полевые условия. Не только за письменным столом, а в совершенно разных жизненных ситуациях. Терапию отнимает у ребенка детство. Да нет, не отнимает. Это игры всегда в игровой форме. Если хороший терапист, то он делает так, что у ребенка приятно, ему хорошо, он начинает улыбаться. Ведь сложно то, что у нас не получается. Как мы что-то делаем, у нас получается, то это приводит нас к радости. И тогда получается радость. Часто вот эти дети получают такое огромное количество внимания, которого не получают обычные здоровые дети. Очень интересно, что бывают случаи, когда дети больные вдруг становились более, обгоняли своих здоровых сверстников, именно потому, какого качества и какого количества внимания было уделено им. Так что здесь тоже очень интересная вещь. Так, все, каким-то образом получилось, что... Ну, вот основная сегодняшняя тема, о чем мы хотели рассказать и поговорить. Ну, смотрите, друзья мои, есть еще очень другой интересный момент. Он заключается в том, что можно ли... Я задам просто вопрос. Можно ли использовать в обычной жизни вот эту методику? Друзья мои, методика АБА не от счастливой жизни. АБА со сушкольниками практикуют. Если есть возможность, то лучше к нему не прибегать. Но если жизнь уже приспичила, как говорят, если ребенок имеет расстройство, то методика АБА помогает. А что можно взять из методики АБА, например, чтобы в жизни использовать? Самое простое и первичное. Мы знаем, чем нужно поощрять детей. И когда они поступают хорошо, мы этим поощряем. Когда нам не нравится их поведение, то мы на него не реагируем. И тогда отрицательное поведение постепенно сходит на нет. И еще важно, что свобода воли, свобода воли, свобода выбора, свобода принимать решения. Это правданного человека от рождения. И если получилось, что он болен и не совсем может это сделать, ну, больно, но с этим приходится работать. Так, я сейчас читаю. Действительно, научным детям мало уделяется внимания. Если бы им уделяли столько внимания, столько больным, они бы сошли с ума или стали гениями. Да, кстати, может быть даже хорошо, что им не уделяется столько времени, потому что могли бы и сойти с ума, потому что здоровому ребенку нужно время, как минимум 2-3 часа в день, для того, чтобы самостоятельно чем-то заняться. Так, я пытаюсь прочитать, что у меня в комментариях написано. Работа основывается на анализе поведения. Да, 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 да. Из этого строится индивидуальная работа. Вся система МАБа как раз и тестирования. Вначале каждое действие, которое с ним проводит терапист, мастер, который работает, у него тетрадь. Не в этой тетради ставят галочки. Постоянно вот идут, идет этот подсчет. Когда просматривают, есть развитие, нету развития, хорошо ребенок вот обрел какой-то навык, не обрел, на каком этапе, сколько повторяться. И вот, когда это делается, идет постепенно тестирование. Ну что ж, друзья, на этом я заканчиваю. Желаю вам удачи. Это ответственная работа, конечно, работать с детьми, которые не совсем здоровыми, но благородные, потому что все-таки эти дети тоже люди. Им тоже надо приучаться жить. И когда мы вокруг смотрим, благодаря им мы больше начинаем ценить то, что имеем. То, что в нашей жизни хорошего происходит. Очень. Благодарю, друзья мои, что очень полезно, и доброе информационное. Ну что ж, на этом заканчиваем. И желаю вам всем успехов, удачи, терпения, чтобы у вас в классах, если есть дети с расстройствами аутического спектра, то появились еще и тютеры. Потому что тютеры необходимы. Один педагог не может заниматься со всеми детьми и с таким ребенком тоже. Постепенно тютер будет подходить на второй план, но в самом начале его присутствие просто необходимо. Мне нужно по работе. Оксана Викторовна, запись будет через пару дней. Вы увидите ссылочку на ютубе. И вы спокойно посмотрите вот этот вебинар в записи. Спасибо большое за тему. Ну что ж. Благодарю вас, друзья. Надеюсь, немножко стало понятно вообще, что такое из себя представляет метод прикладного анализа поведения. Благодарю. И вас благодарю, дорогие друзья. Хорошо. Ну что ж, сейчас Татьяна Викторовна вернется и расскажет вам, как получить сертификаты, друзья мои. Потому что уже ваши сертификаты готовятся. и скорее всего уже готовы, можно будет их получить. И если интересны слайды, то вы можете их скачать как раз в правом верхнем углу есть папка. Нажав на нее, вы увидите документы для скачивания. Можете скачать, чтобы в дальнейшем просматривать какие-то вещи, напоминания о том, что у нас было. Самое интересное, я подготовила скачать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...